Бытие, глава 16. Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь, и сказала Сара Авраму, — Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Аврамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Аврамова в земле Хананской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Авраму, — В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Аврам сказал Саре, — Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, — Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, — Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, — Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей, — Ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И сказал ей ангел Господень, — Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней этим именем, — Ты, Бог, видящий меня. Ибо, сказала она, — Точно я видела здесь вслед видящего меня. Поэтому источник тот называется Беэр-лахай-рои, — Источник живого видящего меня. Он находится между Кадесом и между Боредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила.